Здравствуйте! Сегодня я с большим удовольствием представлю балет «Хрустальный дворец» Джорджа Баланчина в исполнении Парижской национальной оперы. Джордж Безе, на чью музыку поставлен этот спектакль, в 1855 году, заканчивая Парижскую консерваторию, написал свою дипломную работу. За эту работу он получил золотую медаль и грант, дальнейшую стажировку в Италии. Но, к сожалению, эта партитура отлегла на полки и так пролежала там до 1935 года, когда ее случайно обнаружили. Вот в 1935 году она была впервые исполнена и, к сожалению, не произвела должного впечатления. Этот случай рассказал Игорь Стравинский, Джорджу Баланчину. Ну и так сложились обстоятельства, что в 1946 году, после окончания войны, руководитель Парижской оперы Серж Лефарь был обвинен в коллаборационизме, в пособничестве нацизму. Он был изгнан из стен Парижской оперы, достаточно долго судился, что в дальнейшем для него закончилось выигрышем, он вернулся в стены оперы. Но вот как раз в этот период безвременье и был приглашен Джордж Баланчин из Америки для того, чтобы перенести свои три балета, которые он уже поставил в Америке. Дело в том, что, будучи учеником Петербургского театрального училища, где была очень строгая иерархия, затем артиста Мариинского театра, где иерархия была наистрожайшая, организовывая свой коллектив, Джордж Баланчин полностью отказался от каких-либо иерархических слоев. И оказавшись вновь в очень старинном театре, с очень давними традициями, с очень четкими иерархическими понятиями, он был настолько восхищен, и это так для него было ностальгично, что он, поставив три спектакля, которые ему полагались по контракту, вот в подарок артистам Парижской оперы в 1947 году поставил Хрустальный дворец. И Хрустальный дворец, назвал он этот спектакль именно потому, что Хрустальным дворцом называлась сама структура Парижского, Парижской труппы. Как бы это был дворец, театр называется Пале Горнье в честь создателя этого здания, да, но вся структура этого театра, она как бы имеет смысл хрустальности, того, что это, с одной стороны, конечно, дворец, а с другой стороны, все очень хрупко. В 1948 году он переносит этот спектакль в Нью-Йорк, в свою труппу, где она получает название симфонии Си, потому что именно Си – это обозначение до мажора. На русском языке часто этот спектакль называется симфония до мажор. Вот в таком названии Хрустальный дворец в основном этот спектакль идет в стенах Парижской оперы. Парижский спектакль имеет очень четкую структуру. В симфонии четыре части. Каждая часть имеет премьеров, танцовщика и прима-балерину, две солистки, два солиста и кордебалет. И так строятся все четыре части. И вот в Парижской опере на первом спектакле было сделано так, что это как бы четыре времени суток, потому что самая главная часть для балерины – балерина одета в черную пачку, как бы олицетворяющую ночь. А самая главная часть для танцовщика, третья часть, она олицетворяет утро. Когда он переносил спектакль в Нью-Йорк, он переделал и смысловое, и движение во многом переделал. Он всех балерин одел в белое, всех танцовщиков в черное. Подчеркнув этим самым, что если в Париже есть иерархия, есть прима-балерина, есть солисты, есть кордебалет, то в его трупе как бы все женщины и все мужчины равны. Они очень легко заменяемы. Тот, кто был на вторых ролях, может завтра исполнять главные роли. А те, кто сегодня исполнял главные роли, могут выйти в совершенно незначительной роли на следующий день. Что совершенно невозможно в иерархии тогдашних больших театров. Потому что те, кто попадал на позицию туалли в Парижской опере, никогда уже в маленьких ролях, если они сами не изъявляли желания, не выходили. Сам Джордж Баланчин написал книгу, называется «Рассказы о балете», где он описывает 100 балетов. И там он очень подробно разбирает не только свои спектакли, но и какие-то шедевры, которые поставлены другими балетмейстерами и стали хореографическим достоянием. И вот там есть описание его видения именно Хрустального дворца для прима-балерины. И сразу можно понять, кто самая главная прима-балерина, кто является прима-балериной в театре. Это вторая часть. Через эту часть прошли все самые выдающиеся звезды не только Парижской оперы, но и всех труп в мире. Главный пример, он исполняет именно третью часть. Там очень много прыжков и вращений, и это может делать только человек, который обладает определенными физическими способностями. Через эту часть прошли все самые выдающиеся танцовщиками мира. Ее танцевали и Рудольф Нуреев, и Михаил Барышников, и многие-многие звезды Парижской оперы. Вот тот хореографический текст первой постановки 1947 года сохраняется исключительно в Парижской опере. Во всех остальных театрах, когда этот спектакль воспроизводится, конечно, он ставится уже по тому тексту, который приезжают и показывают педагоги из фонда «Баланчина», который находится в Нью-Йорке. Очень часто меняют костюмы, где-то делают вот как в Мариинском театре, оформляя каждую часть в своем цвете, где-то как в Большом театре делают точную копию Нью-Йоркской постановки, где все женщины в белом, все мужчины в черном. Но название «Хрустальный дворец» иногда появляется в тех трупах, в которых вот именно используют такую цветовую нагрузку. Например, в Мариинском театре, когда делали этот спектакль, оформили спектакль как бы четыре времен не года – зима, весна, лето и осень. Мне повезло очень, я на протяжении очень многих лет был единственным исполнителем третьей части в этом спектакле. Так сложились обстоятельства, что у всех других частей были и другие исполнители, и запас. А вот на третью часть, кроме меня и Марии Александровой, много лет не было никого, и мы исполняли это единственной. Я очень любил этот спектакль и очень люблю, как зритель, потому что этот спектакль является лакмусовой бумажкой о состоянии трупа на сегодняшний день. Потому что все части поставлены с фантастической виртуозностью. И если у каждой части есть своя хореографическая идея, то в четвертой части, когда они потихонечку все встречаются и начинают лейтмотивы исполнять из каждой части, а потом все это варьируется, и вы в итоге в один момент видите четырех премобалерин, четырех премьеров, восемь солистов, восемь солисток и огромное количество кордобалета женского, то вы прекрасно видите, в каком состоянии трупа, какие есть положительные моменты, а какие, может быть, к сожалению, и отрицательные. На удивление хочу вам сказать, что этот спектакль редко где идет, он пользуется всегда очень большим успехом, и что очень удивительно, что именно балет дал такую вторую жизнь композитору Джорджу Бизе, потому что именно с премьеры 1947 года к Бизе стали относиться серьезно все музыковеды не только как к оперному композитору, но и как к композитору-симфонисту, несмотря на то, что эта симфония называется юношеская. Так сложились обстоятельства, что Джордж Бизе ушел из жизни очень в раннем возрасте и никаких больших симфонических произведений не успел написать. Вот такой замечательный балет вы сегодня будете смотреть, потому я с большим удовольствием приглашаю вас в Парижскую оперу на балет Джорджа Волончина «Хрустальный дворец». Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok